С большим удовольствием представляю политолога Олега Саякиана. Олег, здравствуйте. Вита, приветствую. Уже на украинском автоматически я хотел начать. Ничего страшного, Олег. Знаете, нас очень часто на украинском языке смотрят россияне и уже даже изучают наш язык. Не знаю, к чему бы это, но тем не менее есть и такие тенденции. Первая тема, которую я предлагаю вам к обсуждению, это достаточно трагические новости. Россияне ночью обстреляли Константиновку, попали в пункт незламности, пункт несокрушимости. Трое человек погибли. Как сообщает офис генпрокурора, обстрел вели из РК С-300. С-300 они постоянно выпускают по нам. Одна из ракет попала в здание пункта, ну а вторая рядом с ним. Под завалами погибло пять человек. Известно, что трое погибших женщин были переселенками из Бахмута, Часового Яра и поселка Опытное Покровского района. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести. Также спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что во время ночной атаки оккупанты задействовали ракеты Х-59 на юге страны. Авиабомбы в Сумской области и шахеды запустили по северной части Украины. Вот полное заявление спикера. В Сумскую область атаковали управляемыми авиабомбами, запущенными из около 10 самолетов. Более 10 этих управляемых бомб атаковали объекты в регионе. Там потери уточняются. Были и шахеды, которыми атаковали Кривой Рог. Ну и не так давно, Олег, представители ГУРМО Минобороны, наши разведчики сообщили, что, скорее всего, россияне теперь будут менять свою тактику и стратегию обстрелов. Все-таки мы пришли с вами к сезону, когда за окном уже минимум плюс 15, соответственно, бить по энергетической системе им кажется нецелесообразно. Хотя и до этого мы понимаем, что смысла было немного. Теперь они будут выискивать другие объекты, скорее всего, военные, какие-то очень важные стратегические, но в то же время мы понимаем, что ракета прилетает в пункт несокрушимости. Да, ясно, что все наши дома – это центры принятия решения, все места, где есть украинцы – это всегда очень важно, потому что у нас есть свобода слова, свобода выбора, и мы влияем на ситуацию в нашей стране, но вряд ли именно это имели в виду россияне. Что вы скажете по поводу последних трагедий, которые происходят? Понимают ли сами россияне, что все, чего они добиваются, это только еще большего стремления, как можно быстрее выкинуть их с нашей территории? Невозможно ракетой сломить украинский дух. Я думаю, что они уже понимают это. Четко было видно еще в середине зимы приблизительно, когда тактика освещения этих обстрелов, она поменялась в российском пропагинском медиа. До определенного момента, где-то до начала зимы, обстрелы происходили без фанфар и без освещения российским медиа, активного имеется в виду. Обстреляли якобы военную инфраструктуру. Где-то под конец осени начали уже робко освещать и показывать, что обстреливают украинские города. После чего начали уже жестить в прямом эфире и показывать условно обстрел Киева, когда по мосту, по центру Киева был нанесен удар. Показывать потом украинские города другие, обсмактывать с разных сторон дома, которые разрушили, например, в Днепре, когда попали в многоэтажку. До того торговый центр и много чего другого. В общем, тут поменялась стратегия. Зритель этого всего и адресат месседжа перестал быть в Украине. Россиянам, путинским россиянам понравилось. Понравилось, как они крошат хохлов, укропов и прочее. И пропаганда начала работать на них. Поэтому и сейчас обстрелы, которые ведутся, они сначала освещаются даже оперативнее, нежели украинскими медиа с мест событий, российскими телеграм-каналами, Соловьевыми и прочими. Где сразу же, еще до обстрела начинают выслеживать по социальным сетям, где будет информация. И только обстрел сразу же пытаются вытянуть видеофотографии с мест событий и всячески это обсосать с разных сторон. Таким образом пытаются показать российскому населению, что Россия сильна. Вот она наказывает, карает украинцев, которые строптивые, решили там что-то не так. И, в общем, нацисты-бандеровцы продались Вашингтону и прочая вот эта вся ересь. Но ключевое здесь. Эти обстрелы сейчас не направлены уже на психологический слом украинцев. Наоборот, они направлены на поддержание внутри своего населения вот этого ощущения могущества и вседозволенности России. Что им в ответ в многоэтажку условно где-нибудь в Ростове не прилетает. И в Белгороде многоэтажку не прилетает. Хотя в тот же Белгород Украина легко дотягивается. Но Украина не стреляет по гражданской инфраструктуре. Мы видели, насколько в глубину сотен километров долетают украинские беспилотники и поражают военные и военно-стратегические объекты российские. Военно-промышленного комплекса, например. Сколько бавовны в России. Плюс, к тому же, Россия использует сейчас далеко не самое качественное оружие. С-300 — это вообще зенитный комплекс. Он настроен, он создавался для того, чтобы сбивать воздушные цели, земля-воздух. У него есть, конечно, запрограммированный режим удара по земле, но тогда он превращается фактически в реактивную артиллерию. Что-то наподобие Града, Смерча, Урагана. То есть невысокоточное оружие, которое стреляет по определенному квадрату. Поэтому, когда стреляют с С-300, а плюс у них, как у дурного мыла, старых С-300, которые уже давно надо было списать, почему ими же и стреляют по земле, то эта ракета и в хорошем состоянии летит приблизительно вот туда. И с плюс-минус один километр. А когда она еще и старая, и не обслуживалась, и должна была быть списана еще годами назад, то она может улететь вообще на несколько километров в сторону. Это неприцельные удары по густонаселенной местности, что является военным преступлением, кстати, нарушением Женевской конвенции. Да, мы сейчас как раз для наших зрителей показываем эти страшные кадры разрушений Сумской области. С кем воюют, наверное, такой вопрос уже мы перестали себе задавать на 13-м месяце полномасштабного вторжения. Просто, с другой стороны, каждый раз для нас крайне больно видеть, как люди остаются без своего имущества, без крыши над головой. Ну и, конечно, самое трагичное, это когда гибнут люди. Ну а потом мы смотрим как раз русскую пропаганду, где рассказывают о том, какие украинцы русофобы. И ты думаешь, господи, да и правда, а с чего бы это? Почему мы такие несправедливые? В то же время у нас есть и несколько политических заявлений, очень важных, в частности от Блинкина. Украина может вернуть часть территории невоенным путем, но нельзя позволить Российской Федерации передохнуть и снова напасть. Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США отметил, что окончательное решение, как и видение независимости и территориальной целостности, остается за украинцами. Вот что сказал Блинкин. Я думаю, в Украине будут территории, за которые украинцы твердо намерены биться на поле боя, а могут быть такие, которые им придется попытаться вернуть другими способами. Это должно быть решение украинцев. О том, каким они хотят видеть свое будущее, и как это сочетается с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью их страны. Мы точно не хотим остановиться в такой момент, который даст россиянам возможность перевооружиться и потом атаковать заново. Насколько я помню, подобное что-то говорил и советник главы офиса президента Михаил Подоляк Олег о том, что ожидается, что если падут, например, большие оккупированные города, Донецк или Луганск, посыпется весь фронт, ну и тогда, конечно же, уже будут совершенно другие темы и условия для переговоров, тогда можно не обязательно отбивать все и возвращать военным путем, можно переговорами. Наверное, что-то подобное, я предполагаю, имел в виду и Блинкен. Насколько мы оставляем еще действительно возможность для переговоров и для дипломатии? Можно ли считать, что она все еще имеет значение и силу? С момента полномасштабного вторжения и когда Украина выстояла в первый месяц, позиция Украины наконец-то стала паритетной России в переговорах. Раньше они происходили с позиции ультиматума и требования со стороны России, предложения со стороны Украины. И если только Украина говорила какое-то свое требование, то Россия сразу же объявляла демарш, выходила из переговоров и угрожала тем, что они вообще туда не вернутся. В этот момент происходил инфаркт Микарда у одних посредников, условно, немецкой стороны, конвульсии и истерика у французской стороны и, в общем, всех остальных, доходя до последнего формата, когда Турция пыталась отыграть свою роль в посредническую, в российско-украинской войне. И в момент, когда мы выстояли, это поменялось. Украина начала говорить тоже требованиями. Поэтому, конечно, пространство для диалога и для переговоров, оно остается. Но оно существует за несколькими шагами. Выведение всех войск с территории Украины, выдача военных преступников и выплата Украине компенсации за нанесенный ущерб. Гражданам Украины, государству Украины, бизнесу и прочее. То есть, контрибуции, репарации. Ну, безусловно, конечно, там есть компоненты и связанные с будущей безопасностью. То есть, гарантии не нападения, которые должны выражаться не на бумаге, а в конкретных действиях. Это может быть демилитаризированная зона, это может быть контроль за вооружением. Это может доходить все, доходя, вернее, аж до ядерного оружия, денуклеаризации и других механизмов, которые на сегодняшний день выглядят какие-то фантастические и страшные. Но, напомним, Россия — это единственное ядерное государство на сегодняшний день в мире, которое фактически в одностороннем порядке изменило доктрину, которая сформировалась после Второй мировой войны, где ядерное оружие является оружием сдерживания от ядерных государств, опираясь на то, что ядерное оружие — это оружие взаимоуничтожения, фактически, судного дня. А Россия решила, что ядерное оружие может быть и оружием наступления, то есть угроз и шантажа применением его против неядерного государства Украины. И поэтому тут Российская Федерация открыла ящик Пандоры, который напугал всех, включая Китай, который сразу же поспешил надеть ошейник на шею Путину с электродами на случай, если он захочет применить ядерное оружие, заявив несколько раз, что он не против и применения ядерного оружия, и шантажа применения ядерного оружия. Ведь тогда и Китай перестанет быть супердержавой, если все начнут милитаризироваться и нуклеаризироваться, обзаводиться ядерным оружием, которое стало и дешевле, и проще, и доступнее. Поэтому, конечно, здесь на сегодняшний день есть это пространство. И у нас есть примеры. На самом деле достижение не военным путем освобождения происходило того же Херсона. Создались военные условия, в которых Россия совершала добровольное перегруппирование войск. По Харьковщине, например, нет, тут военно. Украина давила и на плечах российских войск, которые стремительно покидали фронт с определенного момента, посыпалась оборона, они побежали. Украина прошла очень стремительно и заняла территорию военным образом. А в Херсоне нет. В Херсоне россияне действительно уходили, мы городских боев не видели. Это один из примеров, как это может происходить. То есть доминирование военное и военное возможности освобождения территории, надвисающее над врагом, она может заставить его освобождать эти территории не в результате боев и военного освобождения. Это одна крайность. А вторая крайность — это, например, проблемы внутренние политические в России, вследствие которых просто России будет не до того, им придется купировать для себя риски, и, соответственно, они будут готовы разговаривать о поддаче Крыма, о выходе оттуда, либо о выходе из Донецка, Луганской областей, либо при Азовье. В общем, относительно того, каким образом они отползают и что они готовы сделать, чтобы Украина военно не продолжала освобождать территории и принуждать Россию к миру. В общем, тут может быть огромнейшее пространство, и Украина не будет откидывать дипломатический путь до самого конца, потому что если россияне откуда-то жестом доброй воли будут выходить, мы точно не будем против. Мы сохраним в жизни украинских граждан инфраструктуру, которая... Хотя тут надо отметить на полях, что россияне откуда-то не уходят, они все с собой уничтожают, выжженную землю оставляют. Поэтому, к сожалению, вот этого избежать не удастся. Тут очень часто их отступление хуже наводнение, землетрясение вместе взятым. Это катаклизм для территорий, по которым они вообще прошли и где они находились. Олег, отмечаем немножко назад. Мне очень нравится то, как вы... То есть это совпадает со взглядом всех украинцев, окончания войны, репарации, ответственность военных преступников и так далее. Но давайте посмотрим, с чего начиналась эта неделя. Это приезд Си Диньпиня. И мы услышали вот это вот прекрасное. Я разрешаю тебе в следующем году победить на президентских выборах. Ты меня устраиваешь. Это как бы противоречит тому, что мы себе представляем. То есть если даже Россия... Мы предположим, что в ближайшее время Россия проигрывает. Я так понимаю, что все-таки Китай будет настаивать на том, что свои интересы он на территории Российской Федерации каким-то образом сохраняет. Вы можете себе представить архитектуру мира, в которой Китай говорит, ну да, Россия должна выплатить репарации. Ну да, Владимир Путин должен понести наказание, отправиться. Мы купим ему билет чартером в Гаагу. То есть у нас есть некая другая противоборствующая сторона, которая сейчас пытается поддержать Российскую Федерацию. Пускай пока что, к счастью для нас, это не военный потенциал, нет китайского ленд-лиза, но мы же понимаем, что политически Си Цзиньпинь будет защищать Путина. Как здесь тогда прийти к тому финалу, который вы уже нарисовали? Ну, во-первых, Китай будет, безусловно, поддерживать Путин на капельницу, чтобы он и его режим не посыпался. То есть ключевым результатом и то, что насчет выборов Си Цзиньпин заявлял, это же месседж об персональных гарантиях безопасности Путину. Если в 2024 году Си Цзиньпин видит Путина президентом, это значит, что Путин а, дожил до этого момента, его не арестовали. И, соответственно, это контртезис международному криминальному суду, который, выдав ордер не только Путину, но и уполномоченной по правам детей в России, он фактически показал элитам, что те, кто будут выполнять преступную волю Путина, помогать ему совершать военные преступления, сядут на скамью подсудимых рядом. Соответственно, отпрыгивайте. Путин токсичный и метку черную получает политически. А Си Цзиньпин приехал и сказал, нет, мы прикроем. Поэтому мы Путина видим и через год, а там и позже. Соответственно, пока разбегаться не стоит. Но говорит ли это о том, что Китай будет помогать России побеждать? Конечно же, нет. Китаю необходимо ослабленная Россия. Си Цзиньпин уехал, но оставил реанимационную команду возле кабинета Путина, которая будет забегать каждый раз, когда его режим при смерти, дефибриллятор, адреналин откачивать, побили по щекам и ушли. Но они не пустят никого, чтобы этот режим вылечился. Потому что в хромой уткой на обе лапы Путин находится в объятиях Си Цзиньпина. И это стратегия Китая. Китай не заинтересован в победителях в российско-украинской войне. Ему не нужна ни Россия победителем, ни Украина. И первый и второй несет угрозы для Китая. Для них идеальный вариант это заморозка конфликта. Другое дело, что других субъектов это не устраивает. А насколько Китай действительно может повлиять на результат войны, если он не заинтересован в победе России и она для него угрожающая? Очень мало. Соответственно, вопрос лишь в том, что действительно Китай может прикрыть Путина от того, что он будет выдан суду либо международному трибуналу. Ну, сидя при этом в Москве и не зная, что даже лучше для него было бы сидеть в камере в ГААГе либо сидеть запаянным в собственном кабинете и без права возможности что-либо сделать без звонка с администрацией Си Цзиньпина. Но все остальное, в том числе и трансформации режима, конечно, будет происходить и будет происходить вследствие процессов, которые являются необратимы сейчас. И геополитически, и внутренне политически. Поскольку прочность режима в России на сегодняшний день очень низкая. Путин демонтирует Россию, он ее пожирает изнутри, просто есть те процессы, в которых он конвертирует их внутренне, в то, чтобы выиграть себе время, просто палит. А есть те, в которых он продает суверенитет России и Китаю для того, чтобы обеспечить себе персональную безопасность. Есть договоренности с Китаем, кстати, то, что мало вниманием обошли, это еще, например, договоренности об Арктике. Теперь Китай посредством России сможет принимать участие в арктической конкуренции. Но как кто? Как союзник России? Нет. Как субъект. А Россия предаток, который обеспечивает Китаю возможность конкурировать там. Потому что Россия сама не конкурентна. Они имеют выход в Арктику, они имеют флот, они имеют определенные инструменты, но это все деградирует, и у них нет возможности воспользоваться всем этим без Китая. Китай теперь будет пользоваться российскими ресурсами на этом направлении. Так же, как и другими сырьевыми, демографическими и так далее потенциалами, которые необходимы на сегодняшний день Китаю для реализации их внешнеполитической стратегии. Ирония в том, что сейчас все идет к тому, что о будущем России будут договариваться в многостороннем формате. Китай, Соединенные Штаты, Китай, Европа и Китай, Украина. И звонок Си Цзиньпина сейчас в Украине, он как раз и в растяжке стоит в том разрезе, один из моментов, как бы поговорить так, чтобы не взять на себя обязательства по миротворческому процессу с одной стороны, так как там победы для Си Цзиньпина нет, и стать шольцем условно-геополитическим при всем уважении к немецкой стороне, но посмешищем, Си Цзиньпин себе не может позволить. А с другой стороны, как бы так поговорить, чтобы не сложить впечатление, что говорят о будущем России, потому что именно об этом будет разговор, но нельзя, чтобы это так выглядело, потому что Си Цзиньпин будет торговать Россией, торгует ей, и это будет лишь усугубляться. Я думаю, что вполне себе уже время Путину звонить Лукашенко за консультацией о том, как лавировать, обтекать, делать умное лицо при полномасштабном унижении тебя старшим братом. Лукашенко натренировался за годы таких действий Путина по отношению к нему, теперь время передавать опыт Путину, ему это понадобится Си Цзиньпином. После этого визита взаимоотношения партнерские, где Китай был старшим партнером, а Россия младшим партнером, посыпались. Они изменились на отношения старшего брата и младшего брата. А это уже не про партнерство. Очень интересно, это вы сейчас вспомнили фактически, что Путину действительно придется учиться переобуваться, по-другому грима, осничать, другое лицо, изображать. И вот в контексте этого тогда про еще одного, кто и прозрел, и переобулся. Речь пойдет о Пригожине. Он заявил, что Россия воюет исключительно с украинцами. И это полностью, конечно, перечеркивает всю центральную линию российской пропаганды. Говорит, что оснащены украинцы техникой, предоставленной НАТО и некоторыми русофобскими наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но точно не с самим НАТО. Вот что он сказал. Следующий вопрос. С кем воюем мы? С НАТО или с украинцами? Мы воюем исключительно с украинской армией, с определенными группами, так сказать, наемников, психопатов, которым очень хочется просто русских покрошить, или тех, которые морально, ментально поддерживают Украину, понятно, поэтому идут в качестве добровольцев. и с украинской армией, которая воюет, безусловно, в большом объеме натовским вооружением. Где-то в стороне, конечно, заплакал один Соловьев, но и кроме того, он сомневается, есть ли в Украине нацисты, о которых уже больше года твердят в Москве, но не даже не больше года, а девяти. Говорится в сообщении Института изучения войны. Аналитики указали, что повар Путина считают, что якобы российские чиновники скорее всего знали, что Альянс поможет официальному Киеву в борьбе с российской оккупацией, потому что смешно думать, что когда Россия решила начать войну, то не учила помощь НАТО Украине. Хотя мы знаем, и нам кажется, Олег, что ни к чему такому они не готовились, ни на что они такое не надеялись. Но тем не менее, Пригожин все-таки его можно по-разному воспринимать, да, маргинал, да, клоун, шут. Тем не менее, он предоставляет для Украины большую опасность. Этот человек все равно изобоимый Путина, пускай, возможно, у него и нет прямой возможности зайти в кабинет, позвонить ему, но это его человек. Ему было позволено все это делать. Он имеет частную военную компанию, зарабатывал в Африке, сейчас воюет в Украине. При этом, Олег, он говорит то, что действительно выпадает из общей обоймы. Сам Путин всегда подтверждает, что со всем миром они воюют, НАТО напала на Россию. И вот такой демарш. Демарш, понимаете ли вы, кто разрешил ему отклониться от курса? Очевидно, Кремль разрешил. Для Путина всегда стандартная модель Путина это конкуренция нескольких субъектов над одними и теми же заданиями. Всегда, например, ФСБ и ГРУ России конкурируют. Конкурирует внешняя разведка, полиция и силовики в целом, ФСБ и полиция. То есть это стандартная модель. И Пригожин был кинут на Бахмут, в том числе с одной стороны закрыть дырки, которые существовали из-за нерасторопности Министерства обороны Российского генштаба. А с другой стороны их подначить к тому, чтобы они эффективнее работали и, соответственно, взяли за ум берем в кавычки российскую фразу их подначить. Это такой себе щука, чтобы карась не дремал. И сейчас Пригожина конвертирует в внутренеполитического субъекта. Он наращивал свою узнаваемость, он наращивал свой образ. Судя по всему, в электоральную нишу вот этих черносотенцев там будет конкурировать с Стрелковым, что сейчас фактически заявил Пригожин, что он не идиот, что он понимает, что происходит, и он будет правду матку говорить в лицо, и вот, короче говоря, он такой правдоруб, и все эти генералы, российские пропагандисты, они, в общем, заигрались, и они ведут страну не туда, а вот он, верный офицер Путина, который понимает, знает и готов говорить правду в глаза. Я думаю, именно этот образ будет сейчас прокачиваться, плюс вагнеровцы будут ориентироваться снова на Африку, судя по всему, задачи тут на территории Украины у них выполнены, те, которые были поставлены, в некоторой степени выполнены, назовем это так, достигнуть, конечно, максимума им не удалось, и, соответственно, теперь он будет отыгрывать свою другую роль, ему выписали новое назначение из Кремля. Да, просто это ведь не единственное такое заявление, которое нас удивляет. Есть еще и Гиркин Стрелков, военный преступник, который держал себя достаточно в таких тоже четких пределах, он критиковал всех на свете, он ссорился с тем же Пригожиным, и это все до тех пор, пока не полилось с его уст заткнись в сторону Путина и пить это в качестве тряпка. И это тоже то, что он называется, ну, то есть в России ведь и за меньшее наказывали, да, за меньшую критику, за более толерантную, когда говорили, не знаю, про систему образования или здравоохранения. Здесь личное оскорбление и он тоже безнаказанный. Я понимаю, что это не гости Скобеева или Соловьева, и они не получат многомиллионную аудиторию, но это те люди, которые, или те военные преступники, которые ведут телеграммы, ведут ютубы, у них есть свой пул, есть своя аудитория. Что-то очень похожее мы наблюдаем с более правдивой, что ли, информацией, которую теперь издают и военные корреспонденты, военкоры, да, это такой костяк ура патриотов, которые поддерживают всю эту войну и политику Путина. И они тоже приносят достаточно страшные истории с фронта. Мы на них смотрим, их слушаем и читаем и понимаем, ну да, мы все это знаем, а для россиян это может быть шоковая терапия. И тут снова я вспоминаю один из отчетов Института изучения войны, который сказал так, что Путин вроде как больше на 100% и не контролирует информационное пространство. Может ли это такое быть в России? Может быть, Путин и не контролировал его полноценно. Кремль контролировал, Путин нет. Информационное пространство контролировало Путина. У российской правгандистской машины есть ключевой один зритель. Это Путин. Дальше все остальные. И дальше елочка идет вниз. Здесь уже давным-давно хвост виляет собакой. И те мифологемы, которые озвучивает Путин, все больше и больше складывается впечатление, что он действительно ими живет. И российское телевидение здесь лишь их усиливает, оно их подхватывает. И в общем, они живут уже в такой себе эхокамере, где слушают сами себя многократно усиленными. Отсюда и очень серьезная неадекватность оценки вообще всего происходящего. Этот режим фактически ушел в позицию аутизма, и Путин там самый главный. Аутизм, который слушает только себя. А с Пригожиным, кстати, я думаю, с его наращиванием сейчас активности в этом образе, вот я думаю, это должно пугать сейчас прежде всего Геркина. Как только Пригожин зайдет на эту нишу полноценно и сравняется с Геркиным, Геркин может пропасть. Вот просто в какой-то день он исчезнет на фронтах Украины. Либо где-то просто выйдет в окно. Вариантов много, в общем, спецслужб, как они это любят периодически делать. Поскольку, судя по всему, Геркин где-то перешел красной линии. И сейчас, если он не урезонится, то ему на замену придет Пригожин. Я думаю, что может быть с этим и связано сейчас прокачивание Пригожина в этом новом образе. Как-то один эксперт нам сказал, что проблема Путина в том, что он так много смотрел пропагандистские эти каналы, что в какой-то момент сам им поверил. Все, что они рассказывали, это речь шла еще о том, что неслось до 24 февраля. Именно поэтому это усилило в нем убеждение, что надо идти войной против Украины и так далее. Но я, Олег, хочу с вами успеть еще одну тему обсудить, потому что мы уже как-то говорили о том, что все, что происходило на выходных с визитом Путина или кого-то, кто играет Путина на территории временно оккупированного Мариуполя и Крыма, это все была история, чтобы перебить волну. Ту самую волну, которую все равно вспоминали на пропагандистских телеканалах. Не хотел он быть орденоносцем или орденоносцем. Сегодня появилась очень интересная новость и то, что называется круг вокруг Путина сужается. Армения присоединилась к странам, которые арестуют Путина по ордеру из Гааги. Армения не первая страна подсоветского пространства, входящая в кремлевский военный блок ОДКБ, который поддержал решение Гааги. Также Путину теперь не рады ранее дружественные и нейтральные страны Казахстан, Бразилия, Сербия, Мексика и даже Афганистан. Интерес к договору также проявляли страны бывшего СССР, Киргизия и Таджикистан. Но здесь вот большой вопрос. Они, конечно, все это поддержали, все это проголосовали. А вы можете себе представить какую-то реальность, при которой, например, действительно в той же Армении арестовывают Путина? Это вообще возможно? Более чем. В Армении фактически первая, по-моему, страна, в которой арестовали российский самолет и выдали собственникам, когда были введены санкции, Россия сказала, что нет, мы не будем отдавать лизинговые самолеты, а мы будем их пускать на рейсы, где мы хотим и как хотим. В общем, мы у собственников их угоняем. Армения тогда арестовала самолеты, выдала, чем пройдет мысль. Это еще было больше года назад. В Армении соблюдают на государственном уровне все санкционные предписания, которые есть от Соединенных Штатов в отношении России. Да, на уровне отдельных коммерческих структур периодически пытаются найти лазейки, да, бизнес пытается зарабатывать, россияне в IT-секторе, в других пытаются использовать Армению для обхождения санкций. Но там, где касается государственного сектора, Армения очень четко заняла свою позицию. Плюс сейчас максимально пытается минимизировать российское военное присутствие, в частности, за счет Европейского Союза. Армения приняла решение, которому в Москве очень были не рады, как, собственно, и в Баку, введение гражданской миссии ЕС на территорию Армении для контроля за ситуацией на границе, для недопущения провокаций. Ну, по-отде, со стороны Азербайджана в данном случае, но в местах присутствия российского миротворческого, так называемого, в кавычках, контингента. Поэтому по Армении все очень-очень четко. Семи мильными шагами, насколько это возможно, сейчас Армения пытается солидаризироваться с Западом, и у нее это удается, поскольку это единственная демократическая страна региона, даже по Грузии сейчас очень серьезные вопросы. А все остальные соседи Армении, ну, далеки от идеалов демократии, поэтому для демократического мира на сегодняшний день цена Армении на Южном Кавказе очень высока. И Армения пытается этой своей суперсилой воспользоваться тем, что они демократичны, поскольку других каких-либо ресурсов у Армении нет. Поэтому сомнений в том, что если Путин действительно появился бы в Армении, что его там арестуют и выдадут, у меня никаких нет. Для Армении это было бы колоссальным успехом, и если бы была бы возможность у армян сейчас привезти Путина в Ереван и его там арестовать, Армения бы это сделала бы ровно для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что они такие крутые и серьезно намеренные, и в общем имеют силу и возможность. Это было бы просто безумным подарком для Пашиняна. Он бы пожизненно еще избирался бы в Армении. Так, ну и предстоит еще в будущем нас ожидает и их ожидает тоже одиннадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против России. Он будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем вчера вдохновляющая речь прозвучала и в парламенте Италии. Все соцсети, конечно, разрывались. Премьер страны остро ответила депутатша, которая попросила ее остановить поддержку. Поддержку для Украины. Коротенький фрагмент у нас есть. Уважаемая Элиза Скутелла говорит, остановитесь. Думаю, вам надо сказать это Путину, уважаемая. Я удивлена, что она это говорит нам, потому что, возможно, это предательство позиции. Потому что это означает разрешить вторжение в Украину. Потому что, если мы остановимся, мы одобрим... Давайте называть вещи своими именами. Если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Я повторяю. Допустим, вы считаете, что нужно сесть за стол переговоров. Мы должны или мы не должны при этом требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины. Считаете ли вы, что мы должны пересмотреть границы Украины и как? Считаете ли вы, что нам нужно отдать Москве территории, которые она оккупировала и на которых провела референдум самоопределения? Да или нет? Вот что я хочу от вас услышать, если мы серьезно говорим о мире. Потому что все остальное это ничто иное, как пропаганда, паразитирующая на суверенной нации, свободных людей и международном праве. И это безответственно. Спасибо. Не знаем, какая реакция была в Италии. В Украине, конечно, бушуют эмоции благодарности к премьер-министру Джорджу Ималоне. Но здесь еще в этом контексте, в контексте санкций, Олег, я вспомнила, что Казахстан говорит, что с 1 апреля все, он не будет помогать России обходить как раз эти ограничения и позволять, то, что называется, провозить товары в обход всех ограничений. Сама идея найти все лазейки, все окна и не позволить параллельный импорт. И позиция Италии туда тоже все-таки мы добавим. Можно ли считать, что это как раз позволит экономически добить России? Потому что мы понимаем, что за год многое было сделано, но они все равно умудрились ухитриться и все еще на плаву. Ну, тут надо отдать должное. Система финансовой стабильности и инфекциональных способностей, выстроенной системными либералами в России, именно по экономическому блоку и финансовому, она все-таки достаточно сильна. И действительно, там, Набиулина и всем остальным удалось минимизировать для России. Конечно, колоссальнейшими усилиями и спаливанием стратегического резерва, то есть это отложенные проблемы, это выписанный ваучер в будущее. Это цунами, оно все равно настигнет. Просто его очень эффективно отодвигают. И тут правда. В частности, давление санкционное в виде закупоривания дыр для обхождения их, это один из инструментов, каким образом можно приблизить этот цунами и снизить возможности его отдалять. То есть делайте дальше вид, что все нормально и все в России хорошо. Потому что сейчас объективно значительная часть российского населения действительно не почувствовала каскадного, резкого обвала качества жизни. Да, молодежь чувствует, что в ТикТок не могут загрузить видео, например, что товары определенные стали в несколько раз дороже. Да, люди, которые хотят машины купить. То есть на средний класс сейчас уже это ощущается, но не критично. А для тех, у кого жирка еще поменьше, достаточно небогатое население России, а это большинство, для них ситуация особо не изменилась. Они и не жили богато, и нечего и начинать. А по тем позициям, которые для них важны, особо санкции не ударили. Поэтому закупорка сейчас обходных путей это очень важный тренд. А относительно госпожи Мелоне, то тут, собственно, нечего это добавить. Мне просто вспоминаются картинки с российских пропагандистских каналов, российских политиков, спикеров, которые кричали, вот в Италии сейчас придет коалиция правых сил к власти, и в общем для России все решится. И Мелани, когда становилась новым руководителем правительства Италии, в Москве чуть ли не аплодировали с тем, что это была победа вот этого радикального движения и, соответственно, влияние России. И тут первое же решение предоставить Украине вооружение. И сейчас это выступление, госпожи Мелоне, я думаю, что кто-то в России сейчас сидит и ломает ручки, и жует галстуки, и все остальные вещи, с которых они высмеивали всех остальных диктаторов и политиков, президентов вокруг себя. Потому что сейчас, я думаю, что именно там могут оценить всю красоту игры по Италии. Ведь они же снова всех переиграли. Путин, как всегда, всех переиграл. Да, чистая правда. И там можно через запятую вспоминать не только о Джорджи Мелоне, потому что делали ставку на выборы в Израиле, но вроде Израиль тоже потихонечку разворачивается к нам. Прекрасная смена риторики республиканцев, если не брать во внимание Трампа. И вообще все действительно не так однозначно, как любят говорить россияне, как они рассчитывали. Олег, я благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за вашу аналитику, за ваше время и, конечно, за безумно интересную беседу. Спасибо большое, друзья. Это был Олег Саакян, политолог, гостем нашего эфира. Спасибо.